Жители дома на улице Тополёва 4 в Октябрьском районе, которые являются объектом культурного наследия, возмущены результатами проведенного в доме капитального ремонта. Подрядная организация не уложилась в сроки проведения капитального ремонта фасада, а кроме того, позволила себе отступление от проекта. А региональный фонд о модернизации и ЖКХ на два сезона отложил ремонт подвального помещения. Сейчас под дом стекаются талые дождевые воды, и люди серьезно опасаются за сохранность своего жилья. Трехэтажный дом на улице Тополёва 4 в военном городке внесен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Здание было возведено еще в 1941 году. Спустя 80 лет порядком обветшалый фасад было решено капитально отремонтировать. Контракт на эти работы был заключен в 2021-м, но работы не завершены и по сей день. Самый главный вопрос, что нарушались правила проведения капитального ремонта. У нас соколь был трехступенчатый, кирпичный. Они пробили насквозь стену, удаляя этот соколь. И сейчас дом мерзнет. Фасад ремонтировала компания С-2 еще в 2022-м. Инспекция по охране памятников культурного наследия отказалась принимать работы из-за ряда дефектов. Заказчик капремонта – региональный фонд модернизации ЖКХ и до сих пор ведет претензионную работу с подрядчиком. Фасад организации должна была выполнить с июня по декабрь 2021 года, но не уложилась в эти сроки. Инспекция выдала замечания. Если говорить о неустраненных замечаниях, касаются декоративного поиска цоколя, который был демонтирован во входе капремонта без согласования с инспекцией, и замечания в части замены окон в местах общего пользования. При этом чиновники, отвечающие за капремонт, как-то упускают из вида основную претензию жителей дома памятника, которые утверждают, что после ремонта фасада в подвал стали попадать талы и дождевые воды. Вот, смотрите, и там сплошные щели. Вот дыра. То есть это пробито все насквозь. Так она вдоль всего дома щели. Это не только здесь, это вдоль всего дома щели. Это вот замазали сами жильцы. Но все равно не плотно. Она все равно просачивает. Как результат, в квартирах первого этажа холодные полы и сырость. Заходишь, когда в подъезд, постоянно запах сырости, запах нечистотности, потому что вся жидкость, вся вот эта вот все стекает, весенняя вода стекает все под землю. Как бы тут мы не старались снег убирать, все равно что-то попадает. Ну и плюс, конечно, опасность вот того помещения, которые вообще не коснулись, где все оборудование и так далее, все хранится. Что если вдруг случится, провалится вот это все, то я тоже провалюсь с третьего этажа на первый этаж. Подвал не обслуженный, то что опасность как бы и обрушение. Плюс без капитального ремонта это появление паразитов в квартирах, это появление влаги, это появление воды, плесени и так далее и тому подобное. Хотелось бы привлечь, скажем так, виновных к ответственности, чтобы это было все устранено в ближайшее время. При этом, по данным регионального фонда модернизации ЖКХ, капиталить подвал этого дома планируют только в 2025 году. Мы, фонд, заходим на капитальный ремонт дома в соответствии с программой, в те сроки, которые установлены и утверждены правительством. Есть такие случаи, когда, ну вот если посмотреть там соседний дом практически, Тополевая 8, там в программе было запланировано на один период и ремонт фасада, и ремонт подвала. Поэтому было сделано в комплексе здесь, ну по каким-то срокам, может быть там год в воду эксплуатацию, немного другой. Произошел разрыв между этими видными работами. Тем временем подрядчик, который уже второй год никак не может завершить ремонт фасада исторического здания, кивает в сторону заказчика работ, мол, подвели проектировщики. Вопрос некачественно выполненных работ в данном доме связан с тем, что там поверх цоколя должен быть декоративный поясок. Но в проектной документации отсутствует узел крепления данного декоративного пояска. Поэтому мы его не сделали. Запросы о предоставлении данного узла мы неоднократно направляли в фонд. У меня от фонда есть официальные ответы, и от 2023 года в том числе, о том, что они нас сделали запрос проектной организации, и как только этот узел появится, они нам его предоставят. И мы в таком случае должны будем выполнить эти работы по восстановлению этого декоративного пояска. Проблемой озаботилась государственная жилищная инспекция. Там провели проверку, и срыв сроков капремонта поставили вину фонду модернизации ЖКХ. Региональному оператору выдано и поставлено на контроль инспекции предписание об устранении выявленных нарушений, которого до настоящего времени не исполнено. В настоящее время инспекции подано исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области о понуждении фонда к исполнению предписания инспекции. А пока ответственные за капремонт исторического здания пытаются выяснить, кто виноват и что делать с фасадом, старожилы военного городка не на шутку волнуются за сохранность своего дома и готовят жалобу в прокуратуру. Поскольку вода течет под дом, а фундамент там одно название, он, конечно, просядет этот, его просто размывает. У меня сейчас дома, у меня первый этаж, сырость невероятная. В такой температуре и в такой сырости жить, вот просто дышать невозможно.